Метод write класса консоль позволяет выводить текстовое представление заданного значения в стандартный выходной поток консоли. На этой странице MSDN продемонстрирована перегрузка метода write, которая принимает значение типа decimal. Соответственно, эта перегрузка может записывать текстовое представление заданного значения типа decimal в стандартный выходной поток консоли. Данный метод является членом класса консоль, который располагается в пространстве min-system в сборке mscorelib.dl. Ниже вы можете видеть синтаксис данного метода. Метод принимает одно значение типа decimal, возвращает ничего и имеет модификаторы public и static. При работе с данным методом возможно появление исключительной ситуации типа input-output-exception. Это может возникнуть в том случае, если стандартный поток вывода консоли не поддерживает работу с данным методом write. Ниже продемонстрирован пример, который показывает использование метода write. Давайте перейдем в Visual Studio и попробуем его рассмотреть. В данном примере в теле метода main на седьмой строке сперва создается локальная перемена типа string с именем line-input. На восьмой строке создается цикл while, в условии которого будет вызываться перед каждой итерацией метод write-line, read-line, который будет читать введенные пользователям данные. Введенная строка будет попадать в переменную line-input, которая будет проверяться на пустую ссылку. Если в переменной хранится не пустая ссылка, значит идет переход к текущей итерации. На десятой строке на переменной line-input вызывается метод split. Метод split позволяет разбить одну строку на множество подстрок, используя заданный один или несколько символов разделителей. Можно посмотреть на сигнатуру данного метода. Он принимает массив с символами-разделителями и возвращает массив строк. Для наглядности работы этого примера, символ табуляции в качестве разделителя можно поменять на символ запятой. В таком случае, если из входного потока в переменную line-input будет передваться строка с символами 1, 2, 3, 4, 5 разделенными запятой, в таком случае метод split вернет массив, в котором будут по отдельности стоять каждый символ 1, 2, 3, 4 и 5. Если же из входного потока в переменную line-input попадет строка, в которой символы разделяются через пробел, к примеру, то метод split вернет полностью всю эту строку. Вся строка будет помещаться в массив fields как один элемент. Ниже на одиннадцатой строке создается переменная типа bulls-inem is firstField, которой присваивается начальное значение true. На двенадцатой строке организуется цикл for each, который будет перебирать массив строк fields. В теле цикла на четырнадцатой строке создается условная конструкция, которая проверяет значение bullевой переменной is firstField. Обратите внимание, что при первой итерации данного цикла в поле в локальной переменной is firstField будет гарантировано значение true. Но после прохождения первой итерации в этой локальной переменной будет уже гарантированно храниться значение false. Соответственно, при первой итерации будет отрабатывать вот это ветвь условной конструкции, при второй итерации будет отрабатывать вот это ветвь условной конструкции, которая будет разделять строки из массива fields с помощью запятой. Для наглядности работы примера также можно на семнадцатой строке символ запятой и заменить на символ пробел. И ниже, на девятнадцатой строке, создается конструкция tryCatch в блоке try, который на двадцать первой строке. Идет попытка преобразовать элемент массива fields к типу bull, после чего идет попытка преобразовать это значение к типу byte и вывести на экран. Если при этом возникает исключительная ситуация, не позволяющая преобразовать значение переменной item к типу bull, в таком случае блок catch обрабатывает эту исключительную ситуацию и вводит на экран просто значение переменной item. Попробуем запустить пример. Консоль будет ожидать ввода данных. Давайте введем, к примеру, следующую строку. При нажатии на enter, эта же строка и выводится на экран консоли. Если же записать данную строку и разделять элементы через запятую, то при нажатии на клавишу enter, эти же элементы будут вводиться еще раз, но теперь они будут разделяться с помощью символа пробела. И если же ввести на экране консоли значение true, строку true, которая может быть преобразована к типу pull, то в таком случае будет вводиться единица. Если ввести значение false, будет вводиться значение 0. Для того, чтобы детально разобраться в этом примере, я советую вам произвести пошаговую отладку данного кода со слежением значений в локальных переменных на каждом шаге.